Добрый вечер, дорогие зрители канала Национального демократического полюса. В YouTube странице полюса окажется армянского движения САС на Twitter и Facebook. Подписчики в Телеграме и аудитория господина Тигранова Океана. Сегодня среда, 10 января. В эфире программа «Среда Тигранова Океана» с нашим уважаемым экспертом и международным аналитиком. Добрый вечер, господин Океан. Добрый вечер, Мушель. Рад вас видеть, господин Океан. Довольно-таки мы не успели, не успел год как начаться, а уже первые его дни богаты на события. И я хотел бы начать сегодняшнюю нашу программу, перед тем, после того, как наши, обратимся к нашим подписчикам, поставить лайки данному видео, прокомментировать и распространить его у себя на страницах. А тех, кто не подписан, подписаться на наш канал. Господин Океан, хочу сегодняшнюю передачу начать с той темы, которая касается вооружения Российской Федерации. Джон Кирби заявил то, что Российская Федерация ударила по Украине ракетами, которые поставляются из КНДР. Как вы думаете, о чем это может, о чем это сигнализирует? Мы должны понимать, что КНДР является государственным образованием, которое не только не принимает, но и не осознает себя частью международного сообщества. Поэтому КНДР может совершать действия и совершает их, которые не вкладываются ни в логику международного права, ни в логику понимания геополитики. Совершенно очевидно, что Северная Корея поставляет оружие России. Совершенно очевидно, что Северная Корея не может делать это самостоятельно. И необходимо также рассматривать данные события в более широком контексте отношений Китая и США. Так как Северная Корея не является самостоятельным государством, в значительной степени является прокси-квази-страной, которая действует в соответствии с глобальным стратегическим планированием Китая. Господин Океан, а может ли это означать то, что Штаты могут еще больше усилить поддержку Украине? И в конце концов здесь идет вопрос именно прямого участия, ну если не прямым образом, но хотя бы косвенного участия Китая во всем этом. В конце концов мы понимаем то, что именно противостояние идет в данный момент, то есть заочное противостояние между Штатами и Китаем. Безусловно, глобальное противостояние между Соединенными Штатами и Китаем. Но об участии Китая на данном этапе мы говорить не можем. Это кардинальным образом изменило бы ситуацию не только на фронте, но и в мире. Мы должны понимать, что Китай имеет ясные цели в Тихоокеанском регионе, и данные цели связаны с Тайванем. Заявление руководства Китая о том, что Тайвань войдет в состав Китая при любых обстоятельствах, является очень важным месседжем мировому сообществу. При этом расчеты военных аналитиков показывают, что для Соединенных Штатов операция по защите Тайваня, это приблизительно может составить около 10% внутреннего валового продукта. Именно поэтому в зависимости от коммуникации между Китаем и Соединенных Штатами, Соединенными Штатами будут развиваться и события, в том числе в Украине. В Соединенных Штатах есть ясное понимание, в золотом ядре политикума, что без поддержки Украины, при любых вариантах, когда Украина ослабевает, либо терпит поражение, такое же поражение терпят Соединенные Штаты. Сейчас в США рассматриваются два концепта, и все, что происходит в логике анализа двух концептов развития. Либо Соединенные Штаты концентрируются на Тихоокеанском регионе и укрепляют Европу, дают возможность Европе из конфедеративного образования Европейский Союз перейти к полноценной федерации. Это предусматривает создание вооруженных сил Европы, это предусматривает создание более жесткой вертикали единой исполнительной власти, ряд других факторов. Это если Соединенные Штаты концентрируются на Тихоокеанском регионе и поддерживают поддержку Европы, либо все остается как сегодня, когда Соединенные Штаты продуцируют свои усилия по всему миру. В этом основной вопрос ближайших месяцев и стратегического выбора. Господа Океановна, следующий вопрос, я хотел бы немножко опуститься на своеобразный бытовой уровень. Мы помним, как в прошлом году Россия пугала Европу, что она замерзнет, но, как говорится, карма настигла саму Россию, и сейчас, в данный момент времени, мерзнут, к сожалению, жители России. То есть, если, ладно, еще если бы речь шла о Владивостоке, либо просто Пензе, но здесь уже зима подобралась к Московской области, и 30 тысяч жителей подмосковного города Подольска остались без отопления. И в этом как раз-таки еще принимал, свое участие принял один из охранников Путина. Как вы думаете, такого рода случаи будут ли, то есть, они будут последними, ну, не единственными в этом случае, и даст ли гражданам России это хоть урок, для того, чтобы они поняли последствия того режима, который управляет Российской Федерацией? С гражданами России, как и с россиянами, не считались ни в 20 веке, ни в 19 веке, ни в 18 веке. Безусловно, подобные техногенные катастрофы будут случаться, и их будет все больше, и это связано с тем, что Россия не концентрируется совершенно на национальной экономике, а исключительно занята вопросами военной экономики. Экономика России и так неэффективна. Под воздействием санкций, когда есть проблемы с элементарными запасными частями, самолетом, поездом, вертолетом, другой технике, мы должны понимать, что без этих запчастей экономика не может нормально функционировать. И Россия давно вошла в мейнстрим техногенных катастроф. Повлияет ли это каким-либо образом на внутреннюю ситуацию России? Я думаю, на сегодняшнем этапе нет. На внутреннюю ситуацию России может повлиять исключительно военное поражение. В России какие-либо эксцессы, связанные с изменением власти, всегда следовали в рамках исторического процесса за военным поражением. И как вы думаете, удается ли Украине на данный момент приближать поражение Российской Федерации на поле боя? Или идет пока еще подготовка? Какие есть успехи вооруженной силы Украины? Мы должны понимать, что каждый день эффективного сопротивления является подготовкой к поражению России. Безусловно, что Украине очень тяжело, очень непросто. Мы знаем о разности потенциалов. Но та поддержка, которая была оказана Украине и та поддержка, которая будет оказана в следующем году, безусловно, играют и должны сыграть свою роль. Украина не может самостоятельно нанести поражение Российской Федерации. И это понимание постоянно выплескивается на странице международных изданий, аналитических материалов, наиболее серьезных спикеров современного мира. 24-й год будет годом важных решений. И 24-й год определит не только судьбу, войны между Россией и Украиной, захватнической войной России, но 24-й год станет определяющим для всего мира. Решения и ключи к данным решениям касательно 24-го года находятся, безусловно, в Соединенных Штатах. Поэтому самые яркие развития мы увидим в феврале-марте текущего года по данным решениям. Можно немножко поинтересуюсь, о каких решениях идет речь для нашей аудитории, чтобы, если возможно, немножко раскрыть скобки? Ну, во-первых, это форматы поддержки. Я уже сказал, это вопрос, когда будет определено, какая стратегия будет выбрана в Соединенных Штатах, концентрация на Тихоокеанском регионе, либо текущая стратегия, и, соответственно, от этого будет зависеть и финансирование проектов, с каких источников они будут идти, военных проектов для Украины. То есть, либо большее бремя поддержки Украины возьмет на себя Европейский Союз, либо это останется приблизительно в тех форматах, которые будут сегодня. Также вопрос миграционного кризиса в США, который является основным в рамках политической борьбы между республиканскими демократами, по его разрешению Украина будет понимать, какой формат и размер помощи она будет получать. Договоренность о помощи между двумя крупнейшими партиями в Соединенных Штатах для Украины фактически достигнута. Но реализовываться эта помощь будет после разрешения внутренних противоречий. Одним из важнейших противоречий является вопрос миграционного кризиса и отношение к нему действующей администрации и оппозиции в лице республиканцев. Но ведь, господин Авакен, до этих выборов еще 10 месяцев, и ведь большая вероятность того, то, что эти противоречия еще больше будут усиливаться, вы не думаете? Да, до выборов, да, но разрешения, отношения к миграционному кризису не связаны с выбором касательно принятия решений. Поэтому, безусловно, подобные решения и позиция текущей администрации будет высказана. Я предлагаю перейти на Ближний Восток, господин Авакен, обсудить войну Израиля с Хамасом, уже и в том числе непосредственно и с Хизбаллой. Есть некоторые тоже данные. Я как понимаю, армия Израиля вывела войска из северной части, то есть именно сухопутную значительную часть войск и с северной части сектора газа, и сейчас идут основные действия в южной части. И я так понимаю, очень непростая ситуация на севере Израиля, и здесь есть ли какой-то потенциал для более крупномасштабных действий уже между Израилем и южной частью Ливана? Там, я понимаю, действует Хизбалла в основном. Да, южный Ливан контролируется Хизбаллой, Соединенные Штаты сейчас предпринимают максимальные усилия для того, чтобы предотвратить разрастание конфликта. Израиль ведет бескомпромиссную борьбу за свои интересы. Мы должны рассматривать действия Израиля в данном разрезе. Израиль как государство делает тот максимум в рамках видения реализации стратегии защиты своих интересов, на которые он способен. Зачастую мы видим, что Израиль даже не считается с мнением союзников. Израиль может себе это позволить на данном этапе, так как армия Израиля является одной из самых боеспособных сил в рамках глобальных вооруженных военных возможностей стран Запада. А Израиль является неотъемлемой частью западного мира. Как дальше будут развиваться события? Израиль в той или иной мере не намерен приостанавливать свою борьбу, а цель данной борьбы полная демилитаризация территории западного берега и сектора ГАЗа. Вопрос в том, как будут влиять региональные игроки на данные процессы. Будут ли они поддерживать палестинцев или не будут? На данный момент подобной поддержки нет. Есть поддержка выступлениями и заявлениями. И сейчас Соединенные Штаты делают все, чтобы сохранить этот баланс. Чтобы не позволить скатиться региональной войне к этому скатыванию в глобальную войну во всем макрорегионе Ближнего Востока. А как Соединенные Штаты видят разрешение данной ситуации? Я вчера читал то, что госсекретарь США Блинкен предлагал путь разрешения данного конфликта, в том числе и посредством создания палестинского государства. Но готов ли пойти на это Израиль? Израиль сейчас не готов идти на создание палестинского государства. И если мы посмотрим, почему, любое создание палестинского государства является глобальной геополитической угрозой для Израиля. Есть вот такая очень сложная взаимосвязь. Но при этом давление, которое оказывается региональными государствами, практически всеми, которые требуют создания палестинского государства, оно усиливается. Как разрешить данный вопрос? Ответа нет ни у кого. Ни у Соединенных Штатов, ни у Израиля, ни у Саудовской Аравии, ни у Иордании. И этого ответа нет у Ирана. Война не может длиться бесконечно. Для подобной войны ни у одной из сторон нет максимальных ресурсов. И очевидно, если мы будем объективно рассматривать ситуацию, то разрешение ситуации в секторе газа в регионе возможно только при активном вовлечении международных посредников. для того, чтобы с палестинских территорий никто не обстреливал Израиль. И, соответственно, Израиль не будет проводить операции на данных территориях. Это тот минимум, с которого необходимо начинать. Говорить о мире и создании государства, если будет продолжаться военный конфликт, мы понимаем, невозможно. Вопрос сейчас стоит в рамках. Насколько данный конфликт, его рамки будут расширены. И, безусловно, что Соединенным Штатам не нужен глобальный третий конфликт. А третий, потому что это большая война в Европе, которая уже есть. Это предполагаемая, ожидаемая война в Тихоокеанском регионе, которую пытаются остановить, и которая невыгодна ни Китаю, ни США. И разрастание глобальной войны на Ближнем Востоке не просто невыгодно, но исключительно катастрофично может повлиять на возможности Соединенных Штатов к резистентности сопротивляемости в других регионах. Поэтому Соединенные Штаты применяют активную дипломатию. Господин Вокеан, если Штатам не удастся дипломатии решить вопрос в Южно-Тихоокеанском регионе, может быть реально военное вмешательство, то есть военное участие в войне за Тайвань между Китаем и Штатами? Я не вижу на сегодня подобной перспективы. Но мы должны понимать, что зачастую урок, взведенный, может всегда выстрелить. Поэтому делать прогнозы сложно, но мы можем сказать следующее. Исходя из того, что возможная потенциальная война невыгодна ни Китаю, ни Соединенным Штатам и приведет к обвалу экономики, то скорее всего возможна эскалация в виде морских конфликтов в регионе. Но и Китай, и США будут делать максимально все шаги для того, чтобы избежать прямого военного столкновения. Просто при подобном столкновении события в мире попадут в спираль непредсказуемых событий. Когда не только прогнозировать, но и контролировать ситуацию, где бы то ни было на земном шаре, будет практически исключительно сложно. Но угроза возрастает, и данная угроза является видимой частью асберга. Китай постоянно требует решений для того, чтобы Тайвань вошел в состав Китая приблизительно в тех форматах с оговорками, как это было и произошло с Гонконгом и Макао. Для этого и на территории Тайваня должны быть соответствующие внутренние течения и согласия. Сейчас в Тайване мы, когда увидим результаты выборов, будет понятно также, а без результатов выборов, победит ли условная прокитайская партия или проусловная партия за независимость. Без этих результатов, которые сейчас идут, мы не сможем, конечно, делать прогнозы. Я думаю, что в ближайшее время эти результаты станут нам известны. Ну и, естественно, в конце нашей передачи я хочу с вами обсудить Южный Кавказ. Как вы думаете, возможен ли военный конфликт в этом году в данном регионе? и какие могут быть последствия, то есть, могут ли ожидаться какие-то трения в той же Грузии, если выборы пойдут по какому-то непредсказуемому сценарию? Мы должны увидеть следующее. Соединенным Штатам удалось остановить на сегодняшнем этапе активные, планируемые военные действия Азербайджана против Армении. При этом Азербайджан постоянно выступает с заявлением уже открыто фактически, что Армения является исторической территорией Азербайджана. Говорить о мире при таких заявлениях не приходится. Почему Азербайджан это делает? Получив, будем говорить простыми дефинициями определений, получив от России подарок Арцах на горных Карабах, Россия выполнила перед Азербайджаном часть своих и практически большую часть своих обязательств. Теперь, в том числе, как говорит российский инфлюенсер Дугин, Азербайджан должен выполнить свои обязательства. Какие же это могут быть обязательства? Это вооруженная агрессия против Армении, последующее введение российской армии войска ДКБ для спасения в кавычках Армении и третий шаг это белорусизация Армении и Грузии, то есть потеря суверенитета и независимости. Вот план, где Азербайджан играет очень важную роль. Азербайджан получит коридор естественный тогда Нахачеван. Задача Армении максимально противостоять данному праву, данному плану опираясь на своих естественных союзников. Европейский союз, Францию, Германию, Соединенные Штаты. Спасибо, господин Авакян. Я думаю, ну, то есть будем следить за различным событием. Ожидаются выборы в Азербайджане, потом выборы в Российской Федерации, выборы в Грузии. Вполне вероятно, то, что выборы в том числе и пройдут в Армении пока нет еще так гипотетически, но некоторые признаки этого имеются, но мы не знаем, что может быть в головах о власть имущих. Кстати, как вы думаете, может ли такой сюрприз устроить Никол Пашинян армянскому народу в этом году? Мне очень сложно судить по данному вопросу. К сожалению, информации и знаний о внутренней политической ситуации у меня недостаточно, чтобы делать подобные выводы, но возможны любые решения, я думаю, не только в Армении, но и в Азербайджане и Грузии, которые будут неожиданно и парадоксальными. Ситуация исключительно нестандартная. И когда ситуация нестабильная, нестандартная, я думаю, решения возможны любого формата. Благодарю, господин Авакен. Если есть что-то в конце добавить, милости прошу. Я хотел бы пожелать всем зрителям, большинство из которых находится в Армении, безопасного будущего, развития и прогресса для того, чтобы Армения находилась в безопасности. Я думаю, это важнейшее желание каждого. и я благодарен Мушегу за возможность общаться с аудиторией в Армении. Это исключительно важно. А так, думаю, что в любом случае те, кто работает, кто борется, всегда побеждают. Подписывайтесь, приходите, будем общаться. И желаю всем успешного, хорошего Нового года. Спасибо, господин Новокен, спасибо вам, что вы тоже уделяете время. Мы пытаемся донести свои мысли, свои взгляды до более широкой аудитории, в том числе благодаря вашим усилиям. Я также призываю подписываться на канал господина Тиграна Новокена, который мы всегда в виде гиперссылки в YouTube прикрепляем в заголовке данному видео, и также на его странице в социальных сетях, которые мы в описании прикрепляем также. Спасибо, господин Новокен, на этом сегодня все. Дорогие зрители, мы с вами также прощаемся. До новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.